В первом полугодии тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Чувашии останутся на уровне декабря прошлого года. Повышение ожидается лишь с 1 июля, а в среднем на 5%. Это и другие новости сферы ЖКХ обсудили сегодня на еженедельном совещании главы Чувашии с правительством республики. В прошлом году одним из самых частых нарушений со стороны управляющих компаний было неправильное начисление за пользование благами цивилизации. Холодную горячую воду, тепло. Об этом свидетельствуют и результаты проверок, и многочисленные обращения граждан в Государственную жилищную инспекцию. В адрес инспекции поступило 5455 обращений граждан, в том числе 1588 обращений. Это касается вопросов начисления платежей за жилищно-коммунальные услуги. Это 30% обращений от общего количества. Кроме того, по данному вопросу, в течение 2013 года поступали обращения через органы прокуратуры 5774 обращения администрации главы Чувашии с республики. В общей сложности по настоянию Госжилинспекции был сделан перерасчет оплаты коммунальных услуг для 47 тысяч граждан на общую сумму более 2,5 миллионов рублей. По-прежнему случается, что собрав деньги с жильцов, управляющие компании не спешат передавать их поставщикам энергоресурсов. В результате копятся не только долги, но и конфликты. Чтобы переломить негативные тенденции в жилищно-коммунальном хозяйстве, мало усилий только власти. Нужно активнее привлекать граждан к управлению жилфондом, заметил глава Чувашии. Народный контроль и общественный контроль, он всегда дает наиболее больший эффект. Вот в течение первого полугодия вся эта работа должна проходить. Тем более мы сейчас по муниципальным образованиям начнем подводить итоги социально-экономического развития. Одна из тем, это вопросы жилищно-коммунального хозяйства, которые по территориям, прежде всего, вызывают социальную напряженность среди жителей многоквартирных жилых домов. Тоже эти вопросы будем включать. На совещании обсудили итоги и перспективы программы региональных авиаперевозок, применительно к Чувашии. В прошлом году у нас было два рейса в Уфу и Самару. В общей сложности ими воспользовались чуть более 300 пассажиров. В этом году планируются рейсы Чебоксара-Самара, Чебоксара-Уфа по три раза в неделю. Перевозчиком выступит Акбарс Аэра. Ожидается, что рейсами воспользуются около трех тысяч граждан. При этом размер субсидии авиаперевозчику из республиканского бюджета в 2014 году составит 8,5 миллионов рублей. Елена Гальперина, Андрей Шоклев, Республика.